посмотрите на к нему подхожу а он у красный кстати так я вот не активировала сегодня говорят что девять миров мира людей известен как у мидгард небеса где живут боги асгард боги земли и урожая ветра и море обитать в антиме добрые эльфы живут в оливхейме поздно духе в сварта хелеми горные великаны живут в йоту хелеми огненные великаны не обитают мусфель хелеми нефель хелеми мир льда и тьмы сельхем же населяют только мертвые то это и должно отправиться вот видите смотрите видите то есть то что мы с вами прямо по меру прохожая открывали все камушки до которым открывали они все ведь открыты и есть которым не открыт то сейчас я нашел камушек которые не открывал ладно хорошо допустим вся вроде открывал у нет я вроде же его активировал ну ладно допустим вот он ёпты вот он камушек короче в чем у вас суть нужно было бросить в ворот проходили здесь была такая дыра нужно было открыть дверь заново зайти в эти ворота и собственно что-то каменная стена башки здесь можно было пройти вот он камушек которая видимо пропустил да да ну вот она мой хорошенький камушек которая собственно и пропустил да посчитаем что там сергей что одина есть два ворона который зовут мысль и память и каждый день он посылает их облететь всю землю потом возвращает сердце ему на плечо что это во всем что творится на свете из-за его из-за этого прозвали вороньим богом ты должна искать мудрости у памяти и мысли как один сок пройти свой путь интересном хорошо 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 но интересно интересно опустил камушек просто не заметил тоже дополнить туда сразу полез на лестнице искать дальше уюта добрый вечер добрый вечер хочу о чем не работает который мы видим на самом деле мост между миром людей мировым миром буков было говорят они летены великаны и горный великан не могут зайти на него но когда рагнарог ничто в этом мире не спасется мост радуга рухнет когда по нему подскачет возле у них великанов наполненных конях я видел как огонь сорт растекался повсюду и по нашим зелем тоже рагнарог близок нифига цену каждый раз идет по этим землям вгляды в сразу горизонты некоторые дальше других тотец не может видеть то что видишь ты ничего дурного в том чтобы видеть мир так как видишь его ты прикинь это тоже не помнишь это помнишь тоже не активировал к на интересную мать дожди блять знаете что нахуй не понял я блять чё такое бать а здесь активировал что-то о камушек я это не помню кстати вроде здесь не был нормально не обратил тебя внимание что-либо по парам 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 сюда блять я в двери ты открывал ушали не обратил внимание типа да и с тобой прочитаем огромные залах такие высокие стены высокие ворота носки стены высокие ворота и пища голод и нож жажда на и пороге пара шаждая и кровать одра болезни а полон а полог и и кровать пламя погребального косроме полок говорят что узнаете легко половина тела черна половин цвет огни еще платье лицо ее угрожающую грюмо хорошо погнали к туда теперь прикинь может я не обратил внимание чистое может стоять вообще не проходил теряя остановлять просто вот две дыры такие прикинь не заметить нормально что же здесь у нас что здесь для чего это еще нам сюда был идти эти про что пройти мы он мнение не верю ну камушков здесь нету и как видно да для чего нам сюда вот дайте смысл этой хуйни жди-ка ёпта тут явно где-то камушек ёбаная спрятался нахуй посмотри здесь его нету он сразу виден то есть он такой один здесь собственно тоже нет нихуя дам значит мы идем в ту пещеру прячем идти туда види-ка пришел в ты нахуй подожди-ка блять нихуя соли а ну-ка давай будут времена как ты будешь чувствовать себя одиноко измученный как странная рыбка которая пытается плыть против течения большом океане нужно мне доверяться течение позволять ему нести тебя потому что огромный океан твой дом и он не просил тебя с ним бороться перри ослаблять этого мы кстати с вами не видели это мы с вами не видели так ну камушка есть точно не отзор шоу по на добрый вечер сервер рассказывает о великим героя по имени сегмент зала его отца была построена вокруг большого дерева и однажды он ездил сюда и вальсов в дерево меч сказав что это меч будет даром что там многие пытались сделать это но только символ без усилий снова вынуть меч король сегеер шурин сегмунда хотел заключить его но сегмунда ему отказался этому король сегеер задумал отомстить он пригласил сегмунда его братьев на праздник но когда они пришли их встретили нерадушные нерадушные хозяева армия король сегеер хватило сегмента его братьев укражала меч и велел всех ленить такое такое нахуй так внимательно нахуй ну по вот это что такое за дырочка то я ебать хульту большая очень большая локация ребят поэтому так уж на нельзя хорошо так хорошо аккуратненько кати мы нашли с тобой вот он был до ищем еще туда начал пойдем все здесь с тобой добрый вечер добрый вечер добрый вечер сказал что смерти будут с братьями неминуемое нужно короля была сестрой сегмунда и она упросила короля сжались над ним и закрывать в цели в цепи он согласился но не из милости а потому что вздумал для них больше стопку и мучителю смерти мать их приквалят дерево в лесу и впереди что пришла волчица самого одного из них так она приходила ночь за ночью пока не остался один лишь сегмент сегмунда слугу и дала ему совы мед перед нового затем лицо симунда но зачем и так ночью когда волчица пришла снова ни за что не угадаешь случилось дальше мы идут и расскажешь на охоте вам блять какой-то понятно понятно ты смотри ёпти чё спрятаться добрый вечер добрый вечер стала слизывать сладкий мед с лица сегмунда он укусил учиться за язык она стала рваться прочь но сегмент держал ее так крепко что цепи лопнули и он освободился после побега сегмент стал жить так как живем мы скрывай сенсор его про король сидер считал героя погибшим а сестра сигмунда тем временем замышляла месть но даже великому герою сигмунда нужна помощь для того чтобы отомстить и потом и потому она отправила к своих сыновей мне кровь оказалось слишком слабо испорченной потому сигмунс предал их смерти тогда его ситра с холодным сердцем замыслила новый кровавый славу суда мы суждаем ты конечно хуй расскажет да какой блядь пока не найду вторую руну блять чем еще на руну хорошо видишь вот невнимательно вот проходил просто чтобы пройти сюжета счет надо внимательно проходить на занимаюсь на проходить так здесь вроде ничего вот это это не руна это проходить испытания это проходить испытания нам с тобой собственно который проходить испытания нам ну вон что стоит не активировал папа хуй активировал стратегмента поменяла с обликом скалдуньей тайна возлегла собственным братом она раздела сына зала его симфи от ли когда мальчик подрос она что-то симметр испытал мальчика но он оказал сильным и бесстрашно тогда вместе они отправились вместить король си гейру на их постигал не дачи их схватили и си гейру приказал покорить их заживу обсуждаем обсуждаем так но здесь вот больше ничего такое это испытание так но это вроде эту и открывал рада ты вроде открывал дождись вот больше ничего такого нету я же открывал да вроде опа нет слышь когда симунда и симфот ли закапывал яму сестра си муна прошла мимо яму и приходит бросил туда пучок соломы суждая а в слове был спрятан меч сигмунта подарок одина и чем они смогли выбрать себе выход из могилы а когда выбрались наружу подожгли зала си гейра танк там король сгорел сниму выпустила зала свою сестру он хотел чтобы она выжила и была почитаем она вышла то но только чтобы рассказать им правду что она возглавляет с ним собственным братом чтобы родить сильного мстителя обсуждаем обсуждаем я недостойно жить сказал она и вернулась горящий зал обсуждаем обсуждаем так нам с тобой осталось изгоняй из своего сердца желание мстить стену потому что за вместе всегда нужно быть и высокую цену 3 нам всего осталось 3 с тобой все собственно нам осталось 3 всего лишь осталось там с тобой руны открыть и все и все опа добрый вечер добрый вечер камушка руна точнее все они рассказывают о том как боги наказали локи за смерть бальдера они схватили его и привели в пещеру они взяли твоих основе и превратили одного из них волка и он растерзал своего брата осуждаю осуждаю мы связали локи кишками у собственного сына затем обратили эти путы в железо на голову подвесили ядовиду землю на гид который накопал копал ему на лицо капал ему на лицо осуждаю осуждаю каждый раз когда яд попадал на лицо локи он корчится в муках северяне говорят что из-за этого и бывает землетрясение осуждаю осуждаю может быть это напоминает о том что если даже боги вынуждены мириться смертью то и мы должны осуждаю осуждаем он не дыхать но он был в доме он был в доме он был в доме ну вот он не был в доме Это тест. Как на Оллларио-троил. Дилиан, мне помогло. Это болот. Она почти как-то... ...смешно. Чувствуете? Нет. Не волнуйся. Никто не может. Это был холодный день, когда она пошла на реку с Дилианом. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры делал 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 DimaTorzok DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok Я не хочу смерть, пожалуйста, остановься. Пожалуйста, остановься. Пожалуйста, остановься. Пожалуйста, остановься. Вы никогда не вернете, если вы уйдете. Немного нужно вернуть. Мы только у нас друг друга. Не обманывай меня. Все укрепляют. Они были правы о том, что я. Слушай, слушай, не их. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Чуть другое 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 ему позволить покоим противогнему на предательство получается это ведь не боги брошу это наши головы столь к страданию саму самого такой другой финал что ли спасибо за супер и спасибо нет что-то она там сказала я не верю что все то же самое нет а 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 Девушки отдыхают, сын! Девушки отдыхают, сын! Ты видишь, сын? Ты видишь, что твердость faces fear and suffering? Ты видишь. Девушки отдыхают, сын! Я вспомнил это четко. Она ничего не боится. Девушки отдыхают твоя кровь. Через мою руку. Ты убил Хэмвэй. Это желание техники. Девушки отдыхают! Ты это делаешь! Почему? Это то, что происходит, когда ты слушаешь звуки подозрения. Они пройдут в твою душу и ротят тебя изнутри. Девушки отдыхают девушки, как твоя мать, и твёрдость придет для тебя, тоже. Вы понимаете, сын? Я знаю, что ты здесь! Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Я узнаю тебя! Я знаю, что ты здесь! Держи! 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 а Диллиан, где он? Ты пытаешься меня опять раздражать с твоими лезвиями? Я знаю, что он здесь. Ты его взял из меня. Ты его. Диллиан, где он? 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 Что ты можешь сделать для меня, что ты уже не видел? Слышь меня! Давай! Ты убедились вашего рода. Ты убедились к богам в追求 Диллиан, в追求 любовь. Посмотрите, где он тебя! Ты убедились к богам в追求 любовь. Диллиан, где он? 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 Просто. Да. Просто без блока буду фигачить. Даже без уворотов. Да. ШУМ Только im sorry hollow… Всё. Бессмысленно. там ребятам реально бессмысленно это просто бесконечно бессмысленный бесконечный бой максимально кач разница лишь в том что да там ее отец чине отец просто рассказал что-то новое и все почему так никак относился ли что ли просто рассказал тоже чуть с ним случилось что такое короче короче финал у этой игры один просто из соберешься руны дополнение просто одно и все такую секретную пасхалочку видишь и все скажем так а так финал один пав получается в любом случае ну думаю ради пасхалки можно было и перебрать что-то играет а Если ты живёшь, и у тебя нет удовольствия, тогда ты никогда его не убил, да? И я не могу спасать тебя. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok ДимаTorzok DimaTorzok 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 Короче, показываю, что она якобы сдалась, но на самом деле, что видишь, я случайно попал на эту серию. Лучше посмотри, конечно, на прошлую, да, вообще, в принципе, плейлист, посмотри, там в описании он есть, повторюсь, и в правом верхнем углу, там подсказочка есть на прошлую серию, на плейлист полном прошлом, наверное, игры есть. И это доп. серия чисто так посмотреть, что в итоге будет, если собрать все руны, какой будет финал. На самом деле, финал один тоже, просто с пасхалочка маленькая, и все, не более того. Вы можете сказать, что вот, можно было в ютубе смотреть, но, ребят, мне было интересно, и я нисколько не жалею, что снова ее, ну, что еще раз ее перепрошел, я причем реально перепрошел ее. Хотя я потом в моменте понял, что можно было просто выбрать главы определенные, там пособирать эти камни, открытие, да, их, и уже вернуться обратно к финалу, посмотреть быстро, и так было бы быстрее, наверное, но... Видите, типа, она сдалась, я показываю, да? Но на самом деле, она уничтожила себя старую и открылась, ну, типа, вышла из этого всего, так понимаю, из своей задуманности. И, типа, родилась она новая, это метафора, если быть, это есть метафора. Это как я понял, по крайней мере, да, на лицетворение, да, в игре. Типа, она уничтожила все свои страхи и тому подобное, все-все, уничтожила, короче, все, что ее держало в прошлом, как понимаю, из-за этого была замкнутая, и она просто открылась миру, видишь, показывает, что она открылась миру, и, типа, родилась она новая, ну, что жил себя старую, не произвелась она новая. Ну, это метафора, я считаю лицетворение, конечно же. Но это прикольно, это реально идея, очень прикольно, повторюсь, реально очень прикольно идея. Классно, наверное, а вот все, все, исчезло. Я думаю, ничего не исчезнет, что произойдет, нет? Это прикольно мысль в игре, понимаешь? Когда я играю со смыслом каким, да, с какой-то идеей, чтобы там у игрока, да, у геймера осталось что-то в голове, либо какая-то, знаешь, зерно посеяно какое-то, да, какая-то прям идея, там, подобное, может, как-то совет, не знаю, в жизни даст. Это прикольно. Они вот эти инди-игры, там, подобное, это такое, чисто потратить время, но такие игры, которые, наподобие, да, Хеллблейда, например, да, наподобие Хеллблейда, да, дают очень хорошую мысль и закладывают тебе зерно определенно, да. И вот и все. Можешь что-то поймешь, может, ты просто прошел эту игру, только, ну, прикольно. Но в любом случае зерно посеяно от разработчиков. Главная мысль этой игры, типа, не замыкайся в себе, откройся миру и все, не живи в прошлом, не живи в будущем, не живи в настоящем, вот и все. Такая банальная тема, но очень такая, знаешь, прощай жизнь. Короче, это была игра Хеллблейд, дополнительная серия, мы посмотрели, я перепрошел второй раз игру подряд, причем, да. Просто увидели пасхалочку и все, такую мини-пасхалочку, да, понимаете, или дополнение. Вот, напишите свое мнение в комментариях, ребят, посмотри, если вы тыгнулся случайно на эту серию, посмотри, где я в предыдущей серии, да, там чуть-чуть, там не так много. Ссылка в описании, повторюсь, на плейлист, в верхнем правом углу, на тоже плейлист, есть подсказочка, и на прошлый серия тоже подсказочка есть. Посмотри, окунись в эту игру, окунись в эту атмосферу, проникнись этой игрой и, не знаю, напиши свои комментарии, да, там, по финалам, как тебе, в принципе, эта игра. Всем привет, что побольше, но в этом путешествии, очень классная игрушка, очень классная, мне понравилась. Красавцы-разработчики, красавчики. Давайте, ага, увидимся в следующих играх. Спасибо еще раз за просмотр, спасибо, чтобы по пульсу вам перечисляться, еще раз. Увидимся в следующих играх, давайте. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok